Начнем мы с мускулатуры торса. Торсом в пластической анатомии называют тубище. Тубище из шеи, без головы. То есть тело человека, при этом не обращая внимания на руки, ноги и боку. Тубище. Ну и какие же здесь у нас самые главные, самые крупные, хорошо заметные мышцы? Здесь вот даже с районом тренинга. Работаем во первых. Здесь вот так идет позвоночник. То ключицы у вас идут, вот ключицы, да? Строго горизонтальная, отклоняясь вверх от позвоночника или немножко опускается вниз. Немного опускается вниз, вот так. Вот так. Слегка. Хорошо. Ну и теперь район крючевого сустава. Вот здесь сустав, вот эта же ключевая пульс прошла. Давайте подумаем, какие движения должна уметь делать рука в плечом суставе. Вот так поднимать и опускать руки. Да. Должна уметь. Да. Кто, понимая, как должна быть расположена мышца, поднимающая и опускающая мышца? Он шарнир. Давайте договоримся, ребята. Выкрикивать красивые слова просто для того, чтобы их выкрикивать, вы будете на других занятиях. Объясните по-русски, что вы бы дали сейчас сказать. Что значит шарнир на проходящую мышцу. И в русском литературном, и в русском техническом, и в русском анатомическом. Это абсолютно бессмысленно и словосочетание. Так вот. Хорошо. Ну, давайте, кто может подойти и показать. Как провести мышцу, которая бы поднимала вашего сустава? Вон, вон. Только вы размахалишься. Как часто бывает. Вы ее к позвоночнику прикрепили. Вот так. Вот так. Это вот этих мышечных колпачках. Так. Которые отлично прочутываются у вас на плечах. Вот они. Покрывают сверху звук. Прослуживают так. Ну, для тех, кто хочет попутно разобраться с названием мышцы, что это тело, да? Называться они будут дельтовидные мышцы плеча. Дельтовидная, дельта. Значит, и задача поднимать. А видят ли мы мышцы? Это уже навыки. Разберемся. Но сначала слово. Дельтовидные мышцы плеча. Допустим, вот этот человек, стоящий вам в лицо. Что еще в районе плеча и шеи видно? Скажите, пожалуйста, вообще ваша голова, руки тут на шею может? Да. Ага. Смотрите друг на друга, что происходит с шеей при повороте головы. Или на меня посмотрите. Я поворачиваю голову. Вот в этом районе что происходит? Кость. Кость? Кость. А потом растворяется. Да? В эту сторону повернул голову и опять появился хрящ, а потом растворился. Вот такая магия. Да мышцы это везде. Хрящ натянуться не может. Потом не идти. Мышцы, которые идут от выступа черепа здесь за ухом. Вот можете пощупить себя. Прямо за ухом находится мощный выступ черепа. Назовно будет сусцевидный отрост. И оттуда мышца идет. Вот положите вот так пальчик ниже уха. Убрите его в сусидный отрост и поверните его в углу. А вы почувствуете, как у вас напрягаются сухожилия, ведущие вот к этой мышце. То есть на самом деле это две мышцы, которые идут вот так вот и вот так вот. От основания муха, ассоциированного отростка, к груди. Но и догадайте, зачем они нужны, эти мышцы, идущие по треугольнику, поворачивая голову. Поворот головы, так, и регуляция степени наклона головы, в ту или иную сторону. У этих мышц длинное название, обручивать их еще раз я говорю не обязательно. Но кто хочет, потом делаем еще и с мышцами разобраться, и с плаком другом. Называются такие мышцы будут. Грудинно-ключично-сосцевидные. Грудинно-ключично-сосцевидные. Потому что с этого конца они переросли. Грудинно-ключично-сосцевидные. Все в одно слово. Поворот головы и регуляция наклона. Грудинно-ключично-сосцевидные. Но на этой схеме у нас грудина вот так вот должна проходить. К грудине прицеплены ледка. А теперь. К плечу мы ставим. Руки должны иметь делать вот это движение. Сведение. Как должна происходить мускулатура, сводящая поднятые руки? Вот тут. Один конец к плечевой кости. Второй конец. А к грудине? К грудине, конечно. Два больших треугольника. Таких мышечных. Вот они. Один конец. Вот этот вот конец к плечевой кости. Дверьми, такой шов. Вот направление мышечных волокон в этих мышцах. Большие грудные мышцы. Большие грудные мышцы. Две не плавают, а вот и соседи, они как любят? Они идут вот отсюда, вон туда, вот так. И вот здесь будут крепиться грудина. Вот красненькие. Большие грудные мышцы. А теперь если мы такого же фронтального человечка, смотрим на него не спереди, а точно в заде. Спасибо. Спасибо.